МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Пожар унесшей жизни. Два человека погибли при возгорании жилого дома в Бабаюртовском районе. Предприимчивый горец. В Сергоколинском районе полицейские обнаружили наркопритон в одном из частных домовладений. Имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале открылась школа единоборств. В торжественной церемонии приняли участие первые лица республики. Два человека погибли при пожаре в селе Туршуная Бабаюртовского района. Там сегодня ночью загорелся частный дом. Причины возгорания на данный момент неизвестны. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В результате с ЧП погибли хозяева дома – мужчина и женщина. А в Сиркоколинском районе полицейские накрыли наркопритон. В момент обследования помещения были задержаны как содержатель, так и его посетители – двое жителей города Избербаш, которые подтвердили факт неоднократного употребления ими наркотиков в этом доме. Установлено, что 52-летний мужчина систематически предоставлял свое жилье лицам, страдающим наркозависимостью. При досмотре были изъяты вещества и предметы, используемые при употреблении наркотиков. Горячая вода, вместительный зал и другие комфортные условия для тренировок. То, о чем долгие годы мечтали в команде чемпиона UFC. Хабиба Нурмагомедова сегодня наконец реализовалась. В Махачкале открыта новая школа единоборств. С места события сюжет моего коллеги Курбана Рагимова. Просторный зал, профессиональная клетка, груши и все другие необходимые снаряды. Новый спортзал Хабиба Нурмагомедова оснащен по последнему слову техники. Спорткомплекс будет носить имя отца и тренера чемпиона UFC Абдулманапа Нурмагомедова. Открытие новой школы станет для воспитанников Нурмагомедова-старшего долгожданным новосельем. Заслуженный тренер России привел к победе около 30 чемпионов мира по разным видам спорта. Добивались успехов, вспоминает Хабиб, несмотря на то, что занятия до этого проходили в школах и залах для физкультуры. Для нашей команды это очень долгожданный зал, потому что даже ребята шутят, что хорошо, что в конце карьеры у кого-то будет горячая вода в зале. Потому что у нас никогда не было горячей воды, и даже на 70 человек всегда был один душ холодной воды. Но нам этого хватило, чтобы мы почти 30 чемпионов мира в зале вырастили. Знаете, условия, они не всегда важны. Иногда человек должен испытывать голод, мотивацию в чем-то. А когда у тебя есть все, куда тебе стремиться? До этого занимались в 12-й школе, где Хабиб тренировался. Там маленькие маты были тоже. Здесь намного больше залов. Здесь есть все условия, чтобы оправдывать надежду тренера, становиться чемпионами. И сейчас стать как Хабиб, и как Ислам Махачев, в дальнейшем пробиться в UFC, оправдать надежду, всех надежд. Старинный ангар, расположенный в центре города, превратили в современный зал всего лишь за 10 месяцев. Строительство проходило за счет семьи Нурмагомедовых и их спонсоров. Общая площадь двухэтажного сооружения составляет 1400 квадратных метров. Тренироваться в основном зале одновременно смогут порядка 100 спортсменов. Условия, человек должен прийти, записаться. Например, вчера родители проводили, кто-то на борьбу хотел, кто-то на тайский бокс, кто-то на ММА хотел. По-разному бывает. У нас будут здесь тренера по всем видам спорта практически. И он придет на ресепшн, человек скажет, я хочу сильно записать на тайский бокс, например, или на боевой самбо. Они ему определяют время, скажут, вот это время, вот этот тренер тренирует, люди сами будут выбирать. Поздравить чемпиона, его отца с открытием, приехал глава республики Владимир Васильев, мэр Махачкалы Салман Дадаев, представители Минспорта и другие почетные гости. Для них была проведена экскурсия по залу, показали раздевалки, комнаты отдыха, учебные и другие помещения. В ходе открытия говорили о важности не только физического развития, но и воспитания подрастающего поколения. Я хочу поговорить дома Монапова, дома Магомедова, за то, что он мне оказывает помощь как советник. Вы вместе были в зале, и к нам подошли к мальчику, небольшому мальчику, который тренировался. И он нам что сказал? А почему ты пришел в тот зал? Он говорит, что вас защищает слабо. Я сказал мальчик, помните, ребенок. Понимаете, какую огромную работу делает срок Дагестана, кроме всего прочего. Это мужество, это благородство, это достоинство, чем гордиться, ни за что уважают. Это национальный дагестанский народ, по России, и весь мир, кто имел возможность познакомиться. Нурмагомедовы уверены, универсальные бойцы, вышедшие из этих стен, пойдут по стопам своих старших товарищей. Тренировки в этом зале начнутся уже в ближайшие дни. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Верила, надеялась, ждала. Преподаватель 40-й школы Махачкалы обратилась еще летом на прямую линию президента Путина. Ее просьба помочь приобрести проектор для класса была услышана и перепоручена региональному отделению ОНФ. У нас раньше тоже был проектор, он у нас сгорел, мы своими силами покупали, с моей параллельной учительницей. Он так получилось, он у нас сгорел, и мы хотели бы все приобрести на свои силы. У нас тоже, конечно, возможности нет на нашу маленькую зарплату. И так решили, короче, думаю, была не была, отправлю я сообщение, может, какое-то чудо, говорят, верь, надейся, жди. Вот я надеялась, верила и дождалась своего звездного часа, можно сказать, получила такой прекрасный подарок. Напомним, в Дагестанском отделении Народного фронта создан штаб для рассмотрения подобных обращений, поступивших на прямую линию президента. Колоритные африканские красавицы в национальных одеждах, чистокровные перуанцы и молодые люди из страны фараонов. Всех их на одной площадке собрал республиканский этнофестиваль студентов-иностранцев, обучающихся в вузах Дагестана. Он проводится с целью сохранения и развития культуры и традиций иностранных студентов, а также укрепления межнационального мира и согласия. Тему продолжит Зумруд Гамидова. Настоящую фестивальную поляну на один день превратился Дагестанский педагогический университет. Лизгинка от интернационального студенческого коллектива, этнические танцы, презентация стран и костюмов. Всех их объединяет одно – учеба в дагестанских вузах. Форум стал хорошей площадкой для дружеского и делового общения со студентами из стран Европы, Азии, Африки и СНГ. Здесь, в Дагестане, мы все иностранцы не чувствуем себя, как мы иностранцы, потому что вы здесь гости принимаете. Мы не раз чувствуем, что мы иностранцы. Вы хорошо к нам относитесь. И мы тоже, нам желание здесь вам рассказать. И желаю вам мирно и здорово, и вы любите друг друга. Сейчас в вузах республики учатся около 2000 иностранных студентов. Количество растет с каждым годом. Гости посетили студенческие подворья, представляющие культуру, быт и кухню разных народов, посмотрели фото-выставку. Фестиваль «Дружба народов» проводится в республике в третий раз и уже успел полюбиться студентам и организаторам. Данное мероприятие очень востребовано среди иностранных студентов, высшее учебное заведение, которое способствует укреплению дружеских связей, укреплению между вузами традиционных связей, чтобы поделиться опытом работы. В программу форума также вошли дискуссионные и образовательные площадки, где студенты смогли поделиться впечатлениями о республике. Ну а завершился праздник большим концертом с участием творческих коллективов вузов. Замрут Гамидова, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Зачастую даже самый маленький добрый поступок для кого-то может стать большой радостью. К счастью, таких людей немало, но, к сожалению, о них либо мало кто знает, либо их поступки остаются за кадром и быстро забываются. Поэтому герой нашего следующего сюжета, стоматолог из Махачкалы, Зайнудин Асманов, каждую пятницу проводит бесплатный прием. К нему могут попасть все, кто не имеет возможности оплатить свое лечение. Алина Багилова продолжит. У Зайнудина Асманова каждая пятница день особенный. Он работает с самого утра до позднего вечера, прерываясь только на молитву. Желающих попасть к стоматологу бесплатно много, и Зайнудин никому не отказывает в приеме. Примерный мусульманин обязан помогать делать добро, особенно тем, кто в этом нуждается, считает врач. В начальных курсах у меня возникла идея благотворительностью заниматься и предоставить лечение бесплатно. Я даже помню, одногруппникам рассказывал, они смеялись, говорили, посмотрим, когда уже начнешь работать, посмотрим, будешь ты делать так или передумаешь потом. Стоматолог помогает именно тем, у кого нет возможности оплачивать лечение, искать подопечных. Для оказания бесплатной помощи доктору помогают благотворительные фонды, с которыми он сотрудничает. Я сотрудничаю с фондом «Надежда», «Чистое сердце» и фонд «Инсан», и третий фонд – это фонд «Поможен». Очень рада. Человек огромного профессионализма, широкой, красивой души и доброго сердца. Он находит время для людей, которые попали в трудную ситуацию. Вот именно на таких людях, я считаю, держится наш мир, наша земля. Очень светлый, очень добрый человек и очень профессиональный. Я просто не знала, куда обратиться. И когда направляют, и ты приходишь спокойно, тебе лечат. И говорят, приходи, мы тебя долечим до конца, то есть не оставляют на полпути. Это мама таких ребят. И пусть Аллах поможет ему в его благих делах, в его работе, конечно, взаимодействуем. То, что он так старается и бережно относится. Лечат османов зубы юным пациентам, которые искренне проникаются симпатии к нему и даже посвящают подделке, любимому врачу-стоматологу. Вот я решила вам подарить такой подарок. Спасибо большое. Это ты сама сказала, да? Угу. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». Первый открытый городской чемпионат по классическим нардам прошел в Дербенте. На площади свободы собрались сильнейшие игроки, победившие в отборочных турнирах. За звание чемпиона сражались 32 человека. Помимо главной игральной площадки были установлены столы для всех желающих присоединиться к игре. Здесь же горожанам раздавали чай и восточные сладости. Призерам и победителям вручили грамоты, медали, кубки и памятные подарки. Таковы новости на сегодня. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин